В общем-то, прокапалась я на работе, мне сразу прокапали два флакона, антибиотик прокапали и одышку снять, потому что у меня появилась одышка, я прям не могла вообще дышать. То есть, несколько шагов пройду, я прям понимаю, что я задыхаюсь, что я не могу дышать. И вот мне прокапали антибиотики, вот одышку снимали, у меня муж придет домой и все, я спать, я спать, я ничего делать не могу, ничего делать не хочу, сил нету. Вот я лежу и легла на диван спать и отдыхать, и я понимаю, что я еще сегодня маковой росинки во рту, как говорится, у меня не было, даже чай не пила, вообще ничего не ела. Вот воду пила только в том случае, когда запивала таблетки, все. Я понимаю, что нужно бы встать, что-нибудь перекусить, вроде как желудок так кушать просит, но с другой стороны, я понимаю, я лучше посплю, я лучше полежу, чем я буду вставать и кушать. То есть до такой степени так было плохо. Температура вроде бы как вечеру спала, я окремалась, часов, наверное, в 10 вечера вся мокрая, вся вот так прям теку, плыву, вся мокрющая, но температура спала. Температура спала, я прям духом воспряла, дышка более-менее ушла, температура спала, и я так вроде как обрадовалась, мне так хорошо стало после первой капельницы. Ну, а что хочу сказать, обоняние у меня не пропадало, то есть вкус, запах я чувствовала и чувствую до сих пор. У меня ничего это никуда не делось, никуда это ничего не исчезло, потому что я смотрю, естественно, читаю информацию и сколько так слышу, да, что у многих людей пропадают чувства обоняния, у меня оно не пропало. Тут же вечером я сообщаю своим родителям по ватсапу, что так и так я заболела, мне нужны срочно антибиотики, а у нас их нет. Родители, конечно же, сразу встали, как говорится, поднялись, отец сразу испугался тоже. Поехал в аптеку, у них там, в Казахстане, поехал в аптеку, у них без проблем он поехал. В одной аптеке, правда, рецепт попросили, а в другой аптеке без рецепта даже продали антибиотики. А у нас здесь в России на антибиотики нужен рецепт. А он там в одной аптеке попросили рецепт, но у него же нет рецепта. И он в другую аптеку заехал, и он там без проблем купил эти антибиотики. И в таблетках купил, и во флаконах купил. Мне сообщает мама, что папа купил. Я маме пишу, мам, пусть побольше привезет, потому что, мало ли, у меня семья, я переживаю за них. Потому что, если я была в ВКонтакте, я переживаю за свою семью. Вот, он еще раз рванул в аптеку, купил, докупил еще эти антибиотики. И все. А тут же сейчас с этой пандемией на границе тоже непонятно что. Мы переживаем, переживаем за то, что как он их провезет, так страшно. Потому что, если проверяет на границе собака, если учует эти антибиотики, это хана. Все. Это остановят до полного выяснения. Потому что могут заподозрить, что он там героин, папа мне перевозит, допустим, в этих флаконах. Белый порошок. Так мы переживали, так мы боялись. Но папа взял чек в аптеке, что вот он именно везет вот этот антибиотик. Я ему фотографию скинула по WhatsApp в рецепт, что мне выписала доктор на эти антибиотики. Ну, чтобы как бы, если что-то тормознул, чтобы у него какие-то были доказательства, что это именно антибиотики, а не какие-то там наркотики. Ну, слава Богу, с препаратами на границе не тормознули. Там просто другая проблема вылезла. Что сестру, сестру мы не пропустили через границу. Поэтому, как бы, там это все засуетилось из-за этого всего. И что сестру мы пропустили там. И сильно-то отца не шмонали. Поэтому, слава Богу, он привез антибиотики. И вот третий день, когда я, третий день моего лечения, у меня уже на третий день не было препаратов, чем лечиться. Я отца вот встретила видео, уже выходила. И сразу же флаконы взяла и побежала капаться. В общем-то, капаюсь я до сих пор. Но что сейчас могу сказать. Конечно же, намного стало легче. Но присутствует слабость. Температура держится. 37,1-37,2. И меня она прям убивает, эта температура. И вот если далеко пройдусь, пешком, какое-то расстояние, там, ну не знаю, от нас до площади, тут буквально недалеко, я задыхаюсь. То есть я прям тяжело начинаю дышать. Мне тяжело. Была на приеме вчера. Она мне послушала. Дыхание жесткое сохраняется еще. На больничном я меня не выписывают еще с больничного. Продолжаю лечиться. На пятый день заболевания меня отправляют, дают мне направление на КТ. Дают направление на КТ. Я говорю, где, что, ничего не знаю. Езжайте в город, в штрафпункт, там вам все скажут. А я только с приема вышла. Это было уже время четвертый час. Если не пятый. Пятый уже, наверное, час вечера. Сейчас же дни короткие, темнеет быстро. Я Ване позвонила, он с работы уже ехал. Я говорю, заезжай за мной, поедем в город. Там говорят, надо записываться на КТ. Вот. Поехали мы с ним в город. Заходим туда. А никто ничего не говорит, как это все происходит. Где это, и что, и как. Никто ничего не говорит. Единственное, сарафанное радио. Вот оно работает вообще вот хорошо. Мы приехали туда, и там очень много людей сидит. Все в очереди. Коридорчик небольшой, неотапливаемый. То есть там холодно. И лежит журнал. И я зашла и говорю, как, вот что мне. И мне ничего не сказали. И сказали, вот сюда на КТ. Они мне говорят, о, сегодня вы точно не пройдете КТ. Вот журнал, тетрадь, вот ручка, записывайтесь в очередь. Я говорю, как в очередь? Вот так в очередь. То есть я была в очереди 415-я. Я говорю, ну я записалась, и теперь что? Теперь, говорит, сфотографируйте. И вот выше от вас, человек 10 выше, звоните им через день, через два, и узнавайте, прошли они или нет. Чтоб вам подъехать вовремя. Ой, я в шоке, конечно, ребята. Ну я записала, сфотографировала. Это была пятница. В субботу, значит, я в обед звоню. Они говорят, ой, нет, еще даже, даже, еще перед нами мы человек 10 выше брали, звонили, еще даже они не прошли. Типа еще не скоро. Звоню вечером. Оно тоже еще нет. В воскресенье, значит, утром я на капельницу сходила. Ой, оторвали, блин, смысле сбили. Дети приходили. Вот. В воскресенье, значит, я с утра сходила на капельницу. Точнее, меня Ваня возит на капельницу. И это. Пришла домой, ну и начинала опять звонить. Позвонила выше меня девушке, 409 она была, или 408. В очереди. Я ей звоню, она говорит, девушка, я уже прошла. Я говорю, как прошли? То есть я могу опоздать. Она говорит, я же скандальная, я быстро прошла. Вы мне, пожалуйста, вычеркните, или можете на мое место встать? Я говорю, хорошо. Я, Ваня, быстрее, говорю, поехали. Рванули мы туда. Ну и я приехала. И говорю, так и так. Вот позвонила вот этой девушке, она говорит, уже прошла, я на ее место поднимаюсь. То есть с 415 до 400, не помню, или 9, или 8. Всем привет, привет, ребята. Все живы в очереди на КТ. Народу куча. Два дня ездили, вот только сейчас вот так и прошла. Сейчас будут заходить мне, сейчас вызывать, уже оформили документы, сейчас будут вызывать на процедуру. КТ. Вот такие вот, ребята, дела. В общем-то, состояние сегодня более-менее удовлетворительное. Ну, вдыхание, вдыхать глубоко больно, конечно, еще. Но, в общем-то, получше намного, чем было. Вот, в общем-то, я прохожу КТ. Вот тоже КТ так странно не пишут. Я вот сама не понимаю, как они так написали. Написали поражение левого легкого. Вот оно у меня слева и болело. Ну, как, не то, что болело, а вот я чувствовала там хрипы какие-то, слышала. Поражение левого легкого в верхней доле 49%. 49%, послушайте, да? 49% поражение левого легкого. Остальное все, правое легкое, все по нулям. Итог, заключение. Общее поражение, средняя степень тяжести заболевания соответствует COVID-19. Общее поражение 12%. Либо я, либо я не знаю. Вот, правда. Я у врача спрашиваю, это как, говорю, понимать? Тут, говорю, 49%. Если другое легкое у меня не поражено, почему они, говорю, выводят общее поражение 12%? Она говорит, я не знаю. То есть, ребята, и я не знаю, и врач ему не знает, сколько у меня в итоге поражения. Или 49%? Или 12%? Ну, так как тяжело я болела, скорее всего, 49% было. Я так думаю, потому что... Ну, тяжело было, да. Мне было тяжело вздыхать и выдыхать. Прям я... Вот сейчас я могу полной грудью вздохнуть. А еще несколько дней назад я не могла этого сделать. И спереди, и сзади все оно болело. Не могла я это... Не вздохнуть, не выдохнуть глубоко грудью. Вот, сделала ЭКТ. Все, продолжаем лечиться. Доктор сказал, продолжаем лечиться. Все пьем, все колем. Ничего пока не отменяем. Вот такие вот, ребята, у меня дела. Ну, чтобы... П Broadcast. Ну... 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 Субтитры подогнал «Симон»